На минувшей неделе в Владивостоке проходила вторая дальневосточная хоровая олимпиада. В рамках этого мероприятия в церкви Пресвятой Богородицы прошел хоровой концерт. В жизни каждого хорового коллектива духовная музыка занимает особое место, так как это наша история, история хоровой музыки. Не было бы духовности, не было бы религии, пения в церкви, то хоровая музыка бы не зародилась в таком виде, в котором мы ее знаем сейчас. В концерте приняли участие коллективы из разных уголков нашей страны. Московской области, Благовещенская, Зеленограда. Мы очень впечатлены таким грандиозным масштабным мероприятием, которое удалось здесь в Владивостоке организовать. Огромное количество коллективов, очень хороших, и слушать их это и учебой, и удовольствия, и как для детей, так и для руководителей. Хоровая Олимпиада – это крупнейшее культурное мероприятие на Дальнем Востоке, где прибывшие на нее творческие коллективы соревнуются на протяжении трех дней в 12 номинациях. Это и младшие детские хоры, старшие, это духовная музыка, современная, это смешанные хоры. То есть номинации на выбор для любого коллектива, чтобы они могли показать себя. Настрой ехали, конечно, все с таким сволнительным, так как все равно соревнования, конкурс, многие боятся этого. Но это и стимул для коллективов, это мотивация расти, двигаться, узнавать что-то новое, и приехать, наконец-таки, на Дальний Восток. И поэтому, конечно, наши участники по итогу каждый получит свое заслуженное место. Каждый поющий в хоре приумножает энергию музыкального произведения, проводя ее через свое личное восприятие, свой личный опыт и даже свои душевные переживания. Анна Дьякова, Степан Скляров, Ксения Быкова, Новости на Восьмом. Аплодисменты.